За 26 лет до капитального ремонта крыши жители седьмого дома по улице Володарского каждые климатические изменения встречают с ужасом. Для них у природы есть плохая погода, в частности дождливая. По стенам текут ручьи, как следствие отклеиваются обои, появляется плесень. Последний потоп произошел пару дней назад. Между тем, по отчетам управляющей компании Крит, текущий ремонт крыши производят едва ли не ежегодно. Коммунальщики настолько уверены в результате, что даже по заявке иногда не выходят. На вопрос, что нам делать, если у нас будет замыкание и как борются с этой водой, был ответ, я диспетчер ничем помочь не могу. В результате, после множественных попыток дозвониться до управляющей компании, меня соединили непосредственно с инженером, который объяснил, что у нас на тех этаже уже стоят ведерки, они собирают эту воду, а все, что происходит у меня в квартире, это просто влага. Между тем, капремонт крыши делали в 2006-м. Результат охватило на несколько лет. Страдают жильцы крайних этажей во всех десяти подъездах постройки. Нет, то, что капает, чуть не ручьем, по полтаза, час простоит, таз. Вот здесь вот, два дня назад текло. Что толку делают? Они делают в одном месте, размотают рулон рубероиды и на этом все, приклеят, а он течет не только здесь, он со всех сторон течет. Отчеты о проведенном ремонте жители хранят рядом с фотографиями крыши. На снимках видно, что нога человека там давно не ступала. Через покрытие пробиваются небольшие деревца. Коммунальщики же решили, что работают хорошо и нужно сумму в платежках увеличить. Тариф предложили жильцам для рассмотрения. Моя стоимость с 1300 в месяц увеличится приблизительно до 1800. Я, конечно, против, потому что я пока не понимаю, куда именно будут потрачены данные средства, потому что говорят, что это пойдет на зарплату уборщиц, будут убирать снег и так далее, хотя зарплаты у них на данный момент достаточные. Ведра – современное оружие с коммунальными ненастьями. Гораздо дешевле ремонта и куда эффективнее, видимо, считают сотрудники управляющей компании. Капает все это дело, то есть шелк, я так понимаю, вот здесь. Вот здесь сейчас белое пятнышко, оно подзамезло, потому что на улице холодно, а так здесь вот это все капает. Вот даже капелька еще капает, даже в холод капает. Представляете, что здесь когда тепло, когда там весь этот снег на нас ставит, плюс дождик идет. Вот здесь этих ведра не было, конечно, была баночка. Мы ставили свои, вот они частично еще остались. Вот наши ведрают, вот соседское ведрают, всем тут домом собирают. Инициативные коммунальщики также придумали оригинальную систему желобов, чтобы вода стекала с крыши прямо в канализацию. Конструкцию с любовью собственноручно примотали к трубам. Эффекта, конечно, ноль, но очень зрелищно. Жители – люди активные. Средства за капремонт перечисляют на счет дома, ходят на собрания, считают деньги и просят отчеты. Как итог, они не угодны коммунальщикам. Управляющей компании не понравился наш совет дома, что было 10 человек. И поэтому сейчас будет 28 февраля новые собрания, которым инициатором у нас есть управляющая компания Крит, и будет выбирать новый совет дома. Шесть человек из четырех подъездов. Остальные шесть подъездов не имеет слова. Они просят сейчас нас, собственников, счет капитального ремонта, который у нас находится у оригинального оператора, отдельный счет на наш дом открыт в Сбербанке, чтобы этот счет из Сбербанка перевести на управляющую компанию Крит. На счету дома жители накопили уже 2 миллиона рублей. На эти средства планируют провести капремонт крыши. Если, конечно, коммунальщики позволят. Мы так и не смогли спросить представителей управляющей компании официального комментария. В предпраздничный день руководство на рабочих местах не застать. Следующие четыре дня, как, впрочем, и оставшееся время до ремонта, жильцам остается уповать на хорошую погоду. К слову, крышу здесь не чистят, чтобы не повредить покрытие. А то не закапает со стен, а рекой потечет. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.